Вопрос. Борис Александрович, за вами. Да, я знаю, но дискуссия была бурная, да, у комитета подовольственной политики. Давайте послушаем. Комитет Совета Федерации по граммам подовольственной политики и пользы предлагает одобрить данный федеральный закон. По предмету введения нашего комитета препятствий к одобрению нет. А там митинг-то закончился, митинг? Вот я еще застал. Утром шел. Утром шел. Так, у нас субъекты законодательной инициативы есть по этому закону, у нас нету их. Нету, да? Так, у меня отмечено, что есть Екатерина Григорьевна Домогацкая. Екатерина Григорьевна, здравствуйте. Мы с вами хорошо знакомы, я рад вас видеть. Давайте коротко, Борис Александрович, не возражаете? Нет, коротко. Послушаем, пожалуйста. Есть, да, но я представитель как раз той части общественности, которая просто недовольна, а потрясена этим законом. У нас сейчас практически все охотники и охотники-кинологи, они пишут письма, они выходят на улицы, они просто, так сказать, вот... Ну и вас, наверное, забросали мы тоже этими обращениями. У нас много, да, у меня, по крайней мере, точно в почту, излишне. Да, безусловно, значит, ну тут несколько моментов. Тут моменты, во-первых, формальные, то есть не очень понятно, почему он вообще в принципе не обсуждался, хотя в самом тексте закона есть статья, статья 2, пункт 3, что он подразумевает участие граждан и общественных организаций заинтересованных в обсуждении и подготовке. Вот сам закон об охоте содержит это требование, обсуждение его с гражданами, и по-другому не получается. Этот пункт был, я не знаю почему, но в данном случае он был пропущен, и это привело к тому, что там просто очень много внутри самого закона несостыковок, которые, наверное, если бы обсуждения бы велись, наверное, их можно было бы избежать, потому что среди нас тоже нету никаких вот жестоких извергов, которые призывали бы издеваться над животными. Давайте, короче, вот о чем идет речь в этом законе, что у вас запрещается, о чем там речь, коротко. Борис Александрович, давайте, я отдам слово обязательно. Значит, у нас тут три новеллы. Это подготовка, обучение, ну то есть дрессировка, значит, только собак охотничьих пород и ловчих птиц, и только в закрепленных охотугодиях. Это одна новелла, вторая новелла, это должен быть лицензированный вид деятельности, и третья, значит, это когда собаку натаскивают, чтобы была физическая конструкция, которая препятствует бесконтактной, чтобы они не могли контактировать друг с другом. Вот это вот три новеллы такие. Но я хотел бы согласиться с Екатериной Григорьевной, о чем? Что этот федеральный закон является предметом совместной деятельности. Но если там лицензирование, то это 100% совместное видение, да? Да, совместное видение с субъектами Российской Федерации. А комитет по федеративным отношениям его рассматривал, нет? Да. Комитет по федеративным отношениям. Рассматривал. Поддерживает? Да, они поддерживают. Они поддерживают, они по вопросу совместного видения что-то написали? Пока у них еще заключений нет, но они поддерживают. Ну вот, субъекты не рассолаться. Да вы что? Не рассолаться им вообще. Так, Борис Альдович, продолжайте, пожалуйста. Ну вот еще, что федеральный закон принимается для предотвращения жестокого обращения с животными, хотя это не является предметом закона об охоте. Понятно. И больше того, охотничье собаководство и тренировка охотничьих собак не является предметом закона об охоте, потому что они забыли перечислить его в пункте первом. Вот где первая статья, там перечислены все термины и понятия, которые употребляются в этом законе, и ни среди них нет ни испытаний, ни тренировка, ни притравка, ничего, к чему они дают сейчас по праву. Давайте так, чтобы мы все понимали, я все-таки тоже немного понимаю собаководство, в охотничьем в том числе, и в том, что такое охота. Итак, речь идет о том, по крайней мере, как автор, и то, что я прочитал, то, что я сегодня слышал, и то, что мне рассказал коллега, представитель комитета по сельскому хозяйству Щетинин, да, что речь идет о том, что необходимо, вот помимо лицензирования, помимо того, что в специальных угодьях охотничьих, речь идет о том, что без контакта, ведь это суть этого закона, что нельзя дальше контактная, с контактной подготовкой, правильно? Правильно. Это суть проблемы, да, которая вызовет этот закон. Я, честно говоря, не понимаю, как можно готовить охотничьих собак без контакта, не понимаю, но вот я много раз был на всяких там станциях притравочных, все это наблюдал и так далее. То есть у нас идет в стране подготовка, Екатерина Георгиевна, ну, дополните мне, если я что-то неправильно скажу, кабан, да? Кабан, да, кабан, енот, лисица, медведь, волк, ну... Волков нет, на пинае испытательных станциях, это нереально, нет, да, нереально. Еще кто у нас из... Барсука мы посчитали? Барсук посчитали. Да, барсуки еще, да. В Европе там енотовидная собака бывает, да? Ну и билка-то, да? В Европе тут... Билка, соболя. Можно про Европу немножко? Есть подсадной, там типа есть подсадной, если борзбе, заяц... Не-не-не-не-не-не-не-не, бобров нету ни на каких испытательных станциях, ни за что, нет. Енот. Еноты есть, барсуки есть, лисицы есть, кабаны есть, и да, и медведи... То есть вот сейчас те, кто стояли у нас около Совета Федерации с плакатами, вот они считают, что сейчас контакт при подготовке охотничьих собак, в частности с перечисленными животными, запрещен, правильно? Или как? То есть о чем закон? Ну вот закон о том, что при подготовке охотничьих собак контакт должен быть запрещен. Но получается, что, допустим, они ссылаются при принятии этого закона, ссылаются на опыт Европы. Забывают при этом, что в Европе уже лет 20 как нет в принципе бешенства. А у нас, если я правильно помню, бешенство сейчас в Москве, да? Они забывают о том, что там единственный практически хищник, который является объектом охоты на данный момент, это лисица. Это не такой крупный зверь и не такой опасный для собаки. Волка там нет как класса. Последнего волка в Англии, на которую ссылается госпожа Тимофеева, убили в 16 веке. С тех пор там нет волков вообще. Поэтому там не надо охотиться на волка и беспокоиться о том, что волк придет в деревню и вырежет у вашей тещи козу, да? У нас это надо. У нас это происходит в Тверской губернии, в Смоленской губернии. 100 километров от Москвы отъедь, и голодный волк приходит. А собака, практически любая охотничая собака, даже лайка, она слабее волка. И если ее не готовить в каких-то условиях, если ей не дать понять, что это реально сильное, опасное животное, как она должна работать, чтобы она почувствовала этого зверя, мы шансов не имеем, что эти собаки будут выживать на охоте. То же самое про медведя. Это здесь у нас, мы мишек видим, да, что здесь вот в Москве, мы их видим, они такие милые, все хорошие, прекрасные. Девочки мне пишут наши, там из Барнаула, из Якутии, я говорю, не могу пойти за грибами, я боюсь медведя. Если у меня не будут притравливать лайку, я не выйду из дома, потому что он приходит ко мне в деревню. И вот когда мы здесь вот разговариваем, я тоже сейчас вот сидела на аграрном комитете, никому из охотничьей общественности не дали сказать даже и слова. Я сидела, было очень обидно слушать, когда та же госпожа Тимофеева говорила нам, что мы все тут вот занимаемся богатым видом спорта. А у меня такая вот стопка писем именно от людей, которым это просто, ну вот, закрывает путь к пропитанию, да. То есть там, ну допустим, если ты живешь в том же Барнауле, у тебя нету постоянной зарплаты, четверо детей, просто это реальный человек, реальная история. И у нее отец, дед, прадед, был охотник, она живет этим жиром, вот этим вот, но она не поведет своих эктерьеров умирать. И что, у нее вертолета нет, она не стреляет? Вертолета у нее, Андрей Александрович, представляете, нету. Вот, значит, но зато у нее есть ружье, муж, четверо детей, куча собак. Но если она этих собак, и, кстати, между прочим, вот Андрей Александрович оценит, как остальные, не знаю, у нее ягдтерьер, вот как раз конкретно у этой девушки, выиграл на Цацибовской выставке Best in Show, охотничий рабочий ягдтерьер. Вот у этой как раз девочки. Цациб, это международная квалификация. Да, значит, Best in Show. И эту собаку, она, конечно, не подготовлена, и никакую другую в лес не поведет. То есть, с одной стороны, конечно, собака добытчик и помощник, а с другой стороны, она живет в доме, да, и если она не подготовлена, мы слишком сильно ей рискуем. Вот, собственно, против чего сейчас люди вот и стоят у нас на пике. Тут риск, конечно, в основном для человека, да, потому что если человек идет на медведя с неподготовленной собакой, то и собака погибнет. Ой, а вы не видели видео, как идет охотник, и лайки у него убежали. Они не подготовлены, они просто взяли все и убежали. Медведь идет на охотника. А? Да, лайка гонит медведя на охотника. Это вам? Она не обучена, да? Да, в том-то и дело. Это очень часто бывает. Вот, потом, значит, опять же, постоянно упоминается опыт западных стран, который абсолютно законодателями не изучен. Абсолютно, потому что, ну, вот я, например, лично, я, как член Международной комиссии по нормам, участвую в написании ряда правил международных. Я прекрасно знаю, что там не совсем все так, как они описывают, а даже если точнее сказать, то совсем не так. И уж как в Германии, допустим, высоко котируется охотник, как охотничья собаку буквально на руках носит, она сдает государственные экзамены, ей за 10 успешных охот выдают почетный диплом, там вообще почетный охотник Германии. Они просто, ну, так сказать, они это культивируют. И если уж на них равняться, то в этом. И опять же, в том же немецком законе о защите животных сказано, что никто не может, не имеет права обижать, оскорблять, там, унижать животное, если на это нет разумного основания. Коллеги, вот смотрите. У нас основания есть. Спасибо большое. Я сейчас еще вам задам один вопрос для уточняющей. Может быть, вы с этим сталкивались, я не сталкивался. Давайте, всем будет понятно, зачем я это спрашиваю. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь стал, вот у меня есть охотничьи собаки, борзые в частности, да? Вы когда-нибудь сталкивались с тем, чтобы охотничьих собак притравливали по домашним животным? Я нет. Лично я нет. Ни домашних кроликов, ни поросят для этого не используют, да? Нет. Вот, коллеги, знаете, я, честно говоря, мне не понравился этот закон, ну, то есть он меня вызвал, скажем так, чувство, ну, сначала раздражения и непонимания, о чем идет речь. Но потом я, честно говоря, успокоился, да, почему? Потому что я хорошо помню закон об охоте, я несколько раз его смотрел, ну, мне это было нужно. Зачитываю вам статью, так, какая она? Статья четвертая. Отношения, регулируемые настоящим федеральным законом. Обращаю внимание, то есть определяют предмет регулирования. Пункт третий. Действие настоящего федерального закона не распространяется на отношения, связанные с использованием и защитой диких животных, содержащихся в неволе. О чем идет речь? О чем вообще шум? Кабан, медведь, лисица, барсук, енот на притравочных станциях – это дикие животные, содержащиеся в неволе. На них не распространяются отношения данного закона. Я пытаюсь понять, по какому поводу идет радость у так называемых экологов и зоозащитников, потому что здесь черным по-белому написано, что все поправки, которые в этот закон якобы внесены, они на животных, которые содержатся на притравочных станциях, ну вот предмет регулирования он понятен же, правильно, Леонид Борисович? Он не распространяется на них. Кать, сообщите, пожалуйста, всем охотникам, что как притравливали по кабану, по лисице, по еноту, по барсуку, так и дальше пусть этим занимаются. Статья 4, пункт 3. Действие настоящего закона не распространяется на диких животных, которые содержатся в неволе. А к чему тогда относятся поправки? Это загадка. Если сам закон исключает вообще весь остальной текст. Это загадка. Я не понимаю, в какую игру играет Государственная Дума, но этот закон, эта норма не содержит никакого регулирования. Мне хотелось только один вопрос на самом деле на Аграрном комитете задать. После того, как они внесли поправки, они прочитали закон от начала до конца или нет? Потому что такое впечатление, что вот если вот то, что вы сейчас сказали, и вот эту первую статью соединить с тем, что они написали, это получается просто тексты, которые никаким образом не соотносились. По всей видимости, авторы этой поправки полагают, что подготовка охотничьей собаки, если там сетка, да, там и так далее, подготовка охотничьей собаки ничем не отличается от прогулки с собакой по зоопарку. Да? Но если они полагают, что подготовка охотничьей собаки ничем не отличается от прогулки с собакой по зоопарку, то тогда тех, кто готовит так собак, нужно купить билет в зоопарк, если им туда разрешают заходить. А вы на основании закона об охоте, действующий закон, да, я вам назвал и пункт, и статью, продолжаете вести подготовку, как готовили. Вопросы, связанные с совместным ведением, это вопрос комитета сейчас по региональной политике. Там, я не знаю, что обсуждал комитет по сельскому хозяйству, потому что я не понимаю, что тут обсуждать. То есть, норма, принята норма, которая по определению не может действовать, потому что весь тот перечень, ну, если только кому-то не придет в голову, по домашнему кролику притравливать или, например, по поросятам. Я услышал, что... Я такого никогда не слышал, но я допускаю, что кто-нибудь так может сделать, да, но я такого не видел никогда. У меня есть и кролики там, и борзы, я никогда бы не пришло в голову по домашнему кролику притравливать моих борзык, ну, это бессмысленно. Вот, и поросяты для этого не годятся, и куры тоже по курам вроде не притравливают, да, но если сейчас захотят по курам или по домашним кроликам, то через сетку, а если по диким животным, то, пожалуйста, как с контактом. Пожалуйста. Александр Александрович, вот я просто не специалист, а какой уполномоченный орган исполнитель власти контролирует? Минприроды. А? Минприроды. Вот нужно и у них мнение узнать. Будут они признавать то, что мы сейчас узнали? Потому что не исключено, что они будут преследовать охотников. Я даже не буду задавать вопрос Минприроде, будете ли вы признавать норму закона. Конечно, будут, куда они денутся. Елена Борисовна, пожалуйста, вам слово. Уважаемый Андрей Александрович, уважаемые коллеги, только что Андрей Александрович обосновал необходимость отклонения данного закона и создания согласительной комиссии. Внутри закона в связи с принятием, а я вам говорю только что обосновал, это моя позиция. Я вам говорю. Значит, я обосновываю. Поскольку принятый закон, который вносит поправки в закон об охоте, фактически вносит внутреннее противоречие. Закон, предмет регулирования его четко обозначен, не распространяется на то, что сказал Андрей Александрович, на тех животных, которые там содержатся в неволе. Новый закон, который мы сейчас рассматриваем, фактически это допускает. Как будут действовать правоприменители? А как будут, так и будут. В одних регионах и мнение, скажу вам, мнение Минприроды здесь, оно не будет иметь юридического значения. Может получиться ситуация, где в одних субъектах будут и штрафовать, и наказывать за это, в других нет. Как будут вести себя суды? А суды могут занять вообще позицию, опять же, по-разному, пока Верховный суд Российской Федерации, пленум Верховного Суда не даст соответствующее разъяснение. То есть очевидно уже сейчас, что противоречие внутреннее закладывается в основной закон, куда вносятся поправки. А это для нас с вами основание для того, чтобы этот закон отклонить, создать согласительную комиссию и предложить в рамках согласования устранить это противоречие. Оно уже очевидно. Кстати, это неконституционно. К тому же знает Андрей Александрович позицию конституционного суда, что внутренняя противоречивость закона, это свидетельствует о неконституционности закона, потому что позволяет, создает основания для злоупотребления в процессе его применения. Я высказала свою точку зрения. Здесь нет внутреннего противоречия, потому что по домашним кроликам и по курам притравливать через сетку сказано. Ну какое противоречие? По курам и по кроликам через сетку, а по диким животным, содержащимся в неволе, с контактом. Это же устраивает охотников. Я боюсь, что это устраивает и зло защитников. Вот они же радуются, что законно Государственная Дума приняла. Ну пусть радуются. Давайте сделаем подарок к Новому году. Пусть. Давайте одобрим его. Слушайте, ну это прекраснейший повод. Все довольны. Зоозащитники счастливы и просят нас его одобрить. Охотники как притравливали по диким, так и притравливают. А если есть сумасшедшие, которые по поросятам и по курам, вот они через сетку. Ну как? Ну как? Я просто читаю закон. Я же не придумываю, правда? Вот возьмите закон. Закон. Я вам хочу сказать. Федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Вот он у меня передо мной. Номер у него 17П от 25, а это уже постановление, не буду перечислять все. Номер 209ФЗ. Вот у него. Номер 209ФЗ. Есть общеположение в первой главе. Есть в этой первой главе, Екатерина Григорьевна, я это для вас на самом деле повторяю, чтобы вы не переживали. Ну я очень переживаю. Есть статья 4, отношения регулируемые настоящим федеральным законом. В статье 4 есть пункт 3. Действия настоящего федерального закона не распространяются на отношения, связанные с использованием и защитой диких животных, содержащихся в неволе. То есть, действия данного закона и принятая поправка распространяются на домашних животных. Ну да, есть дикие, домашние и в полувольном содержании. В полувольном содержании на притравовых станциях нету. Этого вообще нигде не опишут. Ну это и нет полувольного содержания. Да, мы как бы понимаем, что это такое. Но они дали поручение Минприроды разработать и все это приписать к полувольному содержанию. Если постановление Минприроды будет противоречить закону, то оно не будет действовать, потому что закон обладает высшей, по сравнению с подзаконным актом, юридической силой. Поэтому, Елена Борисовна, я не усматриваю противоречия внутреннего в законе, потому что я считаю, что они рассчитывали на один круг предметов распространить действие этого закона, а мы получилось на другой. То есть хотели медведь, лиса, барсук и так далее без контакта, а запретили контакт с курами, кроликами и поросятами. Ну запретили с курами, давайте пусть они, значит, через сетку. Людмила Борисовна, пожалуйста. Мы не достаточно много времени уделили этому закону, обсуждению закона, но уж раз обсудили, то так. Хочу сказать, что вообще вот законы регламентирующие и собак, и даже диких животных, они, конечно, необходимы и нужны, но в регионах с традиционным занятием охотоводства, вот, например, в Туве, где медведи могут просто на рынок прийти или росомахи, просто из леса выходят из тайги и идут на рынок, соответственно, создают угрозу и прочее. Они вообще не работают, потому что ситуация бывает такая, что обращаться, как там закон, что регламентируют, никто не будет. Поэтому давайте не лукавить и скажем сами себе, что закон это сделан не для граждан, не для защиты граждан и не для защиты животных. Закон, на мой взгляд, пролоббировала определенная группа людей, которые занимаются охотничьими заказниками в соответствии с теми требованиями, которые зоозащиты выдвигают, чтобы, так сказать, все были довольны, но он абсолютно ни о чем. Поэтому, ну, давайте хоть один раз закон ни о чем отклоним, потому что, ну, он ни о чем. Он совершенно не соответствует основному закону, о котором сейчас говорил Андрей Александрович, и он предмет явного и не очень добросовестно и тщательного лоббирования. Поэтому я предлагаю отклонить его и не тратить на это время. Проблема в том, что у нас профильный комитет, но мы же должны доверять коллегам, комитет по аграрно-продовольственной политике у нас и природным ресурсам. Но они могли не вникнуть в это, в то, как вникают это собачники. Ну, значит, на пленарке вникнут. Ну, значит, вникнут на пленарке. Да, значит, вникнут на пленарке. Поэтому, коллеги, я не вижу никакой опасности в том, что кто-то будет через сетку притравливать куром своих собак, пусть он этим занимается, через сетку. А, в принципе, поскольку Дикий в неволе не относится к ним, ну, слушайте, я, честно говоря, я в замешательстве, если честно, но предлагаю из уважения. Давайте проголосуем, да. Давайте я просто вам предлагаю из уважения к комитету по аграрно-продовольственной политике, к одобрению и все, вот это абсолютно пленарное заседание. Вот пусть они объясняют, да. Поэтому, кто за одобрение этого закона, прошу голосовать. Так, кто против? Против, я понимаю, двое. Ну, решение принято. Где Герой, притравливается, не переживайте.